Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Белорусской армии с первых дней ее существования отношение к песням и их авторам было особое. Фестиваль армейской песни «Звезда» держит руку на пульсе и не выпускает из вида ни одного талантливого самоведельного композитора или певца. Весной этого года пройдет юбилейный 20-й гала-концерт фестиваля. У нас в гостях лауреат фестиваля «Большой энтузиаст», полковник запаса, автор-исполнитель Сергей Макеев. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. И обладатель гран-при армейского фестиваля «Звезда» гвардии, старший сержант Наталья Квашнина. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Очень хочется узнать, действительно ли у нас в армии к талантливым коллегам такое трепетное отношение особое? – Безусловно. Здесь нет никакого спора даже на эту тему, не может быть. Почему? Потому что в армии без таланта вообще достаточно сложно служить. И даже у командира в обязанностях есть такой пункт, как развивать таланты своих подчиненных. Поэтому, наверное, и наш фестиваль, телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда», который проводится с 1996 года. Министерство обороны инициатором выступило этого фестиваля. И этот фестиваль стал продолжателем тех начинаний, которые были заложены еще в Советском Союзе. Был такой фестиваль, если помните, когда поют солдаты. – Да, конечно. – Вот наш фестиваль, он как бы правоприемник того еще советского. И наш фестиваль, он самый старый на постсоветском пространстве. – Когда поют солдаты, понятно. А когда поют дамы среди солдат? Это вообще как? Вот как вы решили петь в армейском коллективе? – Изначально я, скажем, пение мое, это было как хобби. Потому что на протяжении многих лет я стояла на должности телефонистки, батальоне связи. И благодаря фестивалю, то есть с моим участием, когда я стала неоднократно лауреатом, буквально, наверное, как год назад, я уже стала солисткой оркестра. То есть получилась такая возможность у меня. – А для того, чтобы участвовать в фестивале, технически что нужно сделать? Нужно подать заявку, пройти какой-то путь, осмотр какой-то, что-то выиграть, какой-то этап? – Да, фестиваль, кстати, наш фестиваль, чем он отличается от всех остальных, которые в России и на Украине проводятся, если там фестиваль проходит 2-3, ну 4 дня, то у нас фестиваль проходит полгода. То есть фестиваль растянут на множество этапов. Ну, точнее, если быть их 3. Начинается все с подразделений, с небольших воинских частей, отдаленных гарнизонов, где люди, которые хотят заниматься пением и могут это делать, пробуют свои силы, там лучших отбирают, они попадают во второй, потом в третий, и потом в итоге выходят лучшие на финальный концерт, где уже и определяются лауреаты. И таким образом, если фестиваль стартует 1 октября, то заканчивается, как правило, финальный концерт проходит в январе, ну а гала-концерт уже с участием лауреатов дальше или к 23 февраля, или к 9 мая. Любят погулять наши армии, да? Вот, самое интересное, попить. Дело в том, что это позволяет, в отличие от других фестивалей, не пропустить ни одного талантливого человека. Если бы мы проводили за один день, то мы не смогли бы полторы-две тысячи участников, столько принимают участие с первого этапа до последнего, прослушать, посмотреть и никого не пропустить. Поэтому это, конечно, очень важно. Вот фестиваль армейской песни. Смотрите, это песня только исключительно на армейскую военную тематику, или это, в принципе, вообще, когда действительно поют армейские коллективы? Ведь я видел очень много прекрасных роликов. Конечно, это связано с маршировкой солдат на плацу под те песни, которые они маршируют. Это начиная от всем известной у солдата выходной пуговицы в ряд, заканчивая творчеством Леди Гаги. Вот что за репертуар у вас? Ну, в фестивале есть положение, в котором, в принципе, прописаны все эти нюансы, что какие песни могут звучать. В фестивале, во-первых, могут принимать участие военнослужащие, члены их семей. Для этого три номинации созданы. Авторы-исполнители, исполнители военно-патриотической песни и вокальная группа и ансамбль. Так вот, в этих номинациях могут звучать песни о родине, о маме, о дружбе, о любви, может быть, даже в том числе, почему нет. А вот уже четвертая номинация, она сделана специально для всех желающих. То есть, любой гражданин Республики Беларусь и даже иностранные граждане могут принять участие в этой номинации. Но там уже немножко ограничен вот этот круг и диапазон. Здесь уже могут звучать песни об армии, о службе в армии, о том, как девчонка ждет из армии пацана. Вот, то есть, вот этот нюанс учитывается. Скажите, а это все-таки конкурс песни или конкурс вокальных каких-то данных? Знаете, наверное, важно все. И песня, то, о чем ты поешь, и как ты поешь, и, наверное, то чувство, которое ты вкладываешь в эту песню, ту энергетику, которую ты посылаешь в зал. Это тоже очень важно, вот, на самом деле. И, конечно же, удача. Удача, она везде, знаете ли, не помешает, да, на всякий случай. А пользуется популярностью песни какие? Вот можно сказать, что «Катюша еще трогает душу», ну, к примеру, да, или «Синенький платочек», или все стараются сейчас как-то осовременить, да? Нет, нет, вы знаете, исполняются и те песни, и новые авторы тоже очень сейчас много пишут о патриотизме. В том числе, Сергей Александрович, его песни многие, кто исполняет. Дело в том, что, да, песни, которые были написаны раньше, они, естественно, звучат на фестивале и очень активно используются. Но все-таки главная задумка фестиваля была в том, чтобы как раз-таки создавались новые песни именно об армии, о современной белорусской армии. Поэтому вот этому направлению и следуют те люди, кто занимается отбором, кто занимается подготовкой фестиваля. Ну вот, прошу прощения, да, сегодня у нас перекрестный идет. Всем интересно, всем любопытно. Все-таки можно назвать это артистической какой-то деятельностью, безусловно, а любому артисту приятно ездить на гастроли. Вот бывают ли какие-то выступления, может быть, где-то у зарубежных коллег практикуются, или вот такие встречи? Какие вот гастроли запомнились, поездки вам больше всего? Знаете, как если за себя отвечать, то я могу сказать, что, опять же, благодаря фестивалю «Звезда», где я стала лауреатом, у меня появилась возможность поехать на международный фестиваль армейской песни в Москве. Это запомнилось, это было столько эмоций, это было переживание, в силу того, что я понимала, что это очень большая ответственность. То есть я еду представлять Беларусь. Вот, поэтому это всё бурлело, это всё кипело, это всё было очень интересно, только потому ещё, что мы находились все в одной атмосфере. Нас было очень много участников, были с различных городов, с различных стран, это всё очень заводило. Мы очень общались много, мы узнавали, узнавали, кто что поёт, кто о чём думает. Но цель и мысль были едины, песня. Наташа забыла ещё рассказать, что у неё есть и другие поездки за границу уже в другом немножко качестве. Например, когда вооружённые силы или представители вооружённых сил выезжают на полигоны, как обойтись там без песни в том числе? Поэтому и там, чтобы организовать досуг, артисты выступают именно армейские, которые сегодня боевое дежурство несли, а завтра вышли и спели. Какое вы мини-гастроли! Да, это очень здорово. Слушайте, а помните, вот раньше, ну все прекрасно, вы-то точно помните, была такая замечательная группа, называлась «Голубые береты», да? Да, почему бы была? До сих пор ещё есть, как бы, да. Но что касается нынешних коллективов, новых коллективов, появляются такие армейские, назовём их ансамбли просто. Вы знаете, вот я вам должен сказать, что тенденция последнего фестиваля, 20-го, который вот отбор уже прошёл, сейчас впереди только Гала-концерт, как раз-таки вот основная тенденция, которая мне больше всего понравилась, это то, что появилось очень много вокально-инструментальных ансамблей, именно солдатских. То есть солдаты срочной службы создали коллектив у себя в части, поют, пишут песни, многие из них, и участвуют в фестивале. Поэтому, да, вот было такое время, когда как-то это затихло, ушло на убыль. А вот сейчас вот эта вот тенденция мне очень понравилась, что возрождаются именно коллективы армейские. Наталья, скажите, о чём вы поёте? Вот сейчас же наверняка будет какой-то сюрприз, такой-то день, День защитника Отечества. Ну, если касательно сегодняшней песни, это будет премьера песни, которую написали мои друзья, коллеги. Татьяна Заяц слова написала, и Иван Гурский написал музыку к этой песне. Ну, именно в этой песне о любви к родине, о чести, о долге, о патриотизме. Ну, и мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня были автор-исполнитель, лауреат фестиваля армейской песни «Звезда», полковник запаса Сергей Макей, и обладатель гран-при фестиваля армейской песни «Звезда», гвардии старший сержант Наталья Кошнина. Наталья, вы готовы? Готова. Ну что ж, освобождаем нашу сцену и слушаем.